Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, совместно с вами и общественниками нашего района запустили уже порядка года назад. За это время решили целый ряд актуальных и важных вопросов в жизни нашего района. Так, сегодня мы поговорим про состояние жилого фонда города Одинцова. Если у вас имеются какие-либо вопросы, звоните нам в прямой эфир, телефон 508-86-84. Напомню, что любое ваше обращение, даже не связанное напрямую с темой нашего эфира, тем не менее считается официальным заявлением в Общественную палату Одинцовского района. Итак, сегодня у нас в студии Виталий Ремсович Калинин, эксперт-консультант Общественной палаты комиссии по ЖКХ. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. А также Елена Владимировна Маслина, главный инженер компании УЖХ. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Благодарю, что нашли время поговорить про все-таки жилой фонд. Много, наверное, и пожеланий, и каких-то сложностей в нашем районе, в нашем городе. Тем не менее, жилой фонд это то, что стоит на одних из первых мест, пожалуй, потому что это в конце концов касается дома, где все мы живем. Виталий Ремсович, первый вопрос, наверное, я к вам адресую, как к представителю организации, которая мониторит состояние, в принципе, жизни наших жителей. А каково состояние жилого фонда на сегодняшний день? В нашем городе жилой фонд, он разномастный. И, конечно, в последнее время очень поступает много обращений в комиссии по ЖКХ, людей, беспокоит состояние домов, квартир. Это связано с тем, что это основное богатство у каждого человека, его дом, квартира, место, где он живет. И в последнее время поступает много вызовов из первого микрорайона Одинцова. Как известно, это один из самых старых микрорайонов, откуда начинал наш гос строиться. И в этом микрорайоне достаточное количество домов пятиэтажных, которые имеют уже значительный возраст. И в силу возраста и особенности их конструкции, конечно, у жителей этих домов возникает большое количество проблем, с которыми они обращаются, в том числе и в общественную палату. Ну, собственно, я думаю, по поводу состояния этих домов удивляться не нужно, так как это действительно первый микрорайон, был первым микрорайоном нашего города. То, вероятно, и возраст этих домов, и последняя дата их капитальных ремонтов, это уже минувшие дни, действительно. Ну, вы говорите о проблемах, можно ли какие-то конкретные примеры, что именно чаще всего случается с такими домами? Ну, можно сказать, привести к примеру один из последних выездов. Я выезжал как консультант-эксперт совместно с Короевным Анатолием Викторовичем. Мы вдвоем, как правило, выезжаем несколько человек, группой, чтобы комиссионно осмотреть и побеседовать с жителями. Выезжали на Можайское шоссе, дом 15, встречались с представителями актива, совета дома. И основные проблемы, на которые жители просят обратить внимание, это техническое состояние дома и, естественно, износ его конструкций. Например, на Можайке 15 у них беспокоит состояние подвала. То есть на протяжении многих лет сырость, которая идет из подвала, она портит состояние стен, подъездов. И, несмотря на то, что там провели работы уже по ремонту и лишению этой проблемы, тем не менее, грунтовые воды там продолжают скапливаться. И это, в первую очередь, очень хорошо, что вы про Можайское 15 вспомнили адрес, действительно известный даже нам. Люди звонят, спрашивают, хотя бы к кому обратиться, чтобы вообще задать вопросы, как-то показать кому-то, что вообще по этому адресу происходит. И мы сейчас продолжим эту тему после того, как примем один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я проживаю в Одинцово по улице Жуково, дом 4, квартира 48. Это коммунальная квартира на два хозяина. Как бы моя соседка, я тут живу уже 5 лет, моя соседка периодически курит на кухне, в туалете. Я куда только не обращалась, в милицию, в ЖКХ. Ну, никаких мер никто не принимает. Как можно решить этот вопрос? Я уже задыхаюсь, я уже к врачам обращаюсь. Я не знаю, что делать. Я уже с ней разговаривала. Но, по всей видимости, убеждения не работают, правильно? Не работают. Извините, а как, если я не ошибаюсь, вы не представились, как вам обращаться можно? Я Левенец Голя. Ну, смотрите, я так понимаю, что действительно тут проблема достаточно нетривиальная, тем не менее, не самая редкая. Спасибо, что обратились к нам. Ну, наверное, к вам я этот вопрос переадресую. Действительно, насколько вот правомерна такая ситуация и к кому, в принципе, человеку имеет смысл обратиться? Здесь ситуация правомерная. И, конечно, люди, когда проживают совместно на одной же площади, и их пребывание совместно не должно доставлять неудобства другим людям. Тем более, что сейчас закон о вреде курения достаточно строгий принят, и как бы по поводу общественных мест и транспорта. Ну, вопрос правовой, наверное, и не относится к коммунальному хозяйству. Тут смысл, наверное, правоохранительные какие-то органы обратиться, я так думаю. Но я, Виталий Римонович, поддержу в этом вопросе, потому что однозначно это не правовое поле управления жилищного хозяйства. Единственное, что может провести мастер участка и работник управляющей компании, это провести разъяснительную беседу. Жители, проживая в коммунальных квартирах, должны соблюдать нормы, нормы проживания. Я так понимаю, это, вероятно, и ведь компетенция, возможно, участкового сотрудника полиции, и который должен, по идее, знать своих жильцов. В какой-то степени может быть Роспотребнадзор? Я думаю, что да, во-первых, надо написать заявление именно в правоохранительные органы. Однозначно, участковый должен на такие случаи выходить, обращать внимание. Каким-то убеждением воздействовать, наверное. Да, я думаю, даже есть меры административного воздействия. Ну, в любом случае, адрес у нас есть, это Жукова, дом 4, я думаю, найдется в общественной палате комиссии, которая заинтересуется, вероятно, по здравоохранению, я полагаю, заинтересуется. Так, кстати, это точно в точку. Единственное, что мы, как управляющая компания, какую помощь сейчас, так думаю, можем оказать, это действительно обратиться в жилищный участок номер один. Гречка Игоря Аславича, он сейчас там помогает выполнять роль начальника домоуправления. И они, в свою очередь, как работники домоуправления, выйдут на участкового. То есть, как бы усилить этот эффект. И со стороны жителей, и со стороны управляющей компании. Ситуация понятна. Давайте примем еще один наш звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и рассказывайте. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Я проживаю как раз в этот дом. Уважаем 15, квартира 4. Так. У меня такой вопрос. На протяжении уже пяти лет улучшимся с отоплением. Нам объясняют, что в квартире должно быть 18 градусов. 18 градусов можно сделать любым путем. Газовую плиту, электроприборы. Но батареи сами холодные. Значит, надо какой-то вопрос решить, наверное, с какими-то насосами или что-то. Можайская, я правильно вас услышал, Можайская 15, ваш адрес, правильно? Можайская 15, квартира 4. Какого вы интересны? А, ситуация с отоплением, да. Сейчас наступает зимеотопительный период. И я боюсь, что при полной оплате коммунальных платежей за отопление у нас батареи холодные. На протяжении, как только на улице 20, ноль батареи. Как только на улице плюс 5, батареи горячие. Проблема всяких не будет. Я уверен, мы оба с вами согласимся. Вряд ли управляющая компания просто веселится таким образом. Вероятно, все-таки есть некоторая проблема. Спасибо вам за этот звонок. Благо, у нас сегодня как раз имеется представитель управляющей компании по вашему дому. Елена Владимировна, ну, довольно понятная проблема у людей, как они заявляют, нету тепла дома. Значит, что я скажу по этому вопросу. Действительно, такие проблемы существуют. Мы выходили в прошлый отопительный период, проводили замеры температуры. В частности, я могу сказать, в квартире номер 2 температура составила 26 градусов, гораздо выше нормативной. Но, согласно батареи, не должны быть холодными. В этот сезон произведена промывка системы отопления. Теплосеть, ресурсоснабжающая организация заменили участки трубопроводов. Они сделали большие ремонтные работы на ТП. У меня очень большая надежда, что это принесет положительные результаты. Скажите, а с чем вообще такая ситуация связана? Почему вообще изначально трубы где-то холодные? Ну, конечно, там не дело в повысительных насосах. Пятиэтажный дом, давления там хватает. В чем может быть проблема? Да проблема может быть комплексная. Может быть, как подача с теплового пункта. Может также быть засор трубопроводов, может быть засор отопительных приборов. Почему и проводится засор какой-то запорной арматуры. В общем-то, почему мы вот сейчас летний период провели полную замену, регулировку системы отопления, промывку. И плюс, я говорю, теплосеть в этом году провела очень большой комплекс ремонтных мероприятий. Будем надеяться, что в этот отопительный сезон ситуация намного улучшится. А насколько вообще вот данный дом, Можайское шоссе, дом 15, готов к вот этому осенне-зимнему периоду? То есть люди, видимо, судя по вот этому звонку, да, жители квартиры, беспокоятся вообще, будет ли им тепло этой зимой? Да, беспокоятся, имеют на то, беспокойство имеют на то основание. Потому что, действительно, еще раз повторюсь, в отопительный период 2014 года вызовы были, проблемы были. Приборы отопления полностью не прогревались. Ну, посмотрим. В этом году, я говорю, мы приняли просто усиленные меры. Мы два раза доформовали. Скажите, в случае, если вот вам поступит заявление, что вот прямо сейчас по конкретному адресу что-то не так, нету на горячей воды в трубах, что-то где-то прорвало, предположим. Ну, я не хотел бы сейчас говорить о раскрытой крыше, да, кровле, которая там протечет. Не будем о плохих вещах сейчас сразу. Ну, остановимся, да, на отоплении. Вы готовы как-то реально оперативно решить этот вопрос? Да. Смотрите, мы готовы реально и оперативно решать вопросы. А, простите, в течение какого периода? Сейчас будет заполняться система отопления и будет осуществляться пробный пуск. Вот этот пробный пуск нам сейчас даст какие-то первые результаты. Мы увидим, где у нас есть проблемы, где нет. У нас еще есть буквально две недели период, когда мы сможем принять какие-то меры по устранению. Но тут комплекс, здесь не только мы. У нас ресурсоснабжающая организация. Они нам поставляют ресурс. Мы исполнители этого ресурса. Поэтому это всегда не решается либо одними, либо другими. Это только комплекс мероприятий по устранению. Ну что же, видимо, действительно, жилищный комплекс – это весьма актуальный для наших жителей вопрос в преддверии периода, в общем-то, холодов, потому что у нас имеется еще один звоночек. Давайте его послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Меня зовут Николай. Николай. Я живу на улице Новоспортивной, дом 20. Так. У меня вот вопросик. Значит, я был старшим по дому в свое время, пока сейчас меня не избрали еще. Я хотел бы задать вопрос. Был вопрос такой по поводу ремонта у нас кровли и ремонта подъезда. Все обещают, сказали, в августе месяцы будут делать, а август месяц прошел, и никто ничего не делает. Спасибо, Николай, за звонок. Скажите, это ваша ли зона ответственности? Да, наш дом. Почему же не получилось это в августе? Николай, наверное, даже Булка Николай. Действительно, старший по дому и много нам помогает. И в плотном общении мы с ними... Ремонт и подъезды у нас продолжаются. Мы их можем продолжать и вне зависимости от климатических погодных условий, даже зимой. Поэтому, раз обещали, он в план включен и обязательно будет. Ну, приятно слышать. Тем не менее, почему же в августе это не начали? А почему в августе не начали? Вот, к сожалению, немножечко не моя направленность вопроса. Вероятно, с отсутствием подрядной организации. Если, предположим, мы в присутствии представителей общественной палаты, да, ЖКХ комиссии, с вами договоримся, что вы вот как-то проясните данный вопрос, и через общественную палату вы сможете с Николаем связаться в ближайшие дни. Объясните, почему вот по данному адресу произошла такая проблема. Сможем удастся, я даже могу сказать, что у нас во вторник с трех часов у меня приемные дни, как у главного инженера, и по четвергам с трех часов принимает директор предприятия. Поэтому, вот, Николай, все-таки я предполагаю, что это Николай Волко, активный очень товарищ с активной жизненной позицией, может прийти и получить напрямую ответ. Но, в любом случае, я так понимаю, общественная палата здесь как-то участвует, Абсолютно верно, роль такого связующего звена сыграет своя, правильно? Конечно. Все чудесно. Как я и говорил, у вас имеется целый ряд вопросов по адресу Можайское шоссе, дом 15, и не так давно наша съемочная группа побывала на данном адресе, мы посмотрели, что там все-таки происходит, пообщались с местными жителями, и я сейчас предлагаю нам вместе с нашими телезрителями данный материал посмотреть. Вот, это идет до четвертого этажа. Почему? Потому что у нас грунт нарушен, понимаете? У нас идет разрыв канализационных стойков. Только потому, что у нас постоянная вода там. Влажные стены, углы мокрые. Всегда в влажной квартире постоянно работает осушитель воздуха, вода от вратительного качества, полы вздуваются, потому что в подвале вода стоит. Вот это называется вентиляция, канализационная вентиляция. Она по нормативам должна быть выше вентиляционной крышки на 15 сантиметров. Вы этого нигде не увидите. Изоляция, гидрозоляция у нас практически здесь не сделана. И вся вода, которая вот, дождик, снег, она вся в подвал, и под нас так подтекает. У нас все уже полы сгнили, линолем у кого-то там есть, тоже подгнили. А ремонт делать, это уже бесполезное дело, потому что опять парит и парит. Это спокойно они живут с этим, понимаете? Вода? Откуда? Откуда, я знаю. Вот сейчас я не знаю, когда. Ураган какой-то или... Да нет, уже, наверное, все. Мы износились. Та ситуация, когда, пожалуй, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Елена Владимировна, не могу не задать вопрос, что происходит вообще с домом, он, очевидно, рушится. Почему? Да, ситуация по Можайскому шоссе. Есть такая проблема, подтопление подвального помещения. Проблема серьезная. Она ни в коем случае не замалчивается. Она, в общем-то, известна в настоящее время на всех уровнях власти. Но не могу сказать, что мы бездействовали, что игнорировали эту проблему, что не принимали каких-либо решений. Могу вам сказать, что неоднократно мы встречались с ресурсоснабжающими организациями, с водоканалом, с теплосетью. А теплосеть, чтобы устранить и предполагая, что протечки могут быть у них на трассе, выявила свои трассы наружным способом. Водоканал проверяли целостность трубопровода путем испытаний, что тоже выявило. В результате испытаний было выявлено, что утечек на трассе нет. По поводу состояния дома была заказана экспертиза технической оценки состояния дома специализированной организации, которая оценила работоспособность и жизнеспособность данного дома. Но, в общем-то, это все слова и будет выглядеть как оправдание. Могу сказать то, что на сегодняшний день составлен проект, составлены технические задания. И ориентировочно в средине октября мы приступим к выполнению работ по устройству отвода грунтовых, дождевых, талых вод. Действительно, я так понимаю, что затопленный подвал, потапливаемый фундамент, сейчас приоритет номер один в решении вопроса. Однозначно. У нас первое, что мы хотим сделать, это провести все работы по осушению подвального помещения. Потому что все до этого мероприятия, которые мы проводили, результатов не дали. Мы делали и герметизацию двух водов подвальное помещение. Мы пытались осушить подвальное помещение. Мы сделали приемки, установили насосы, теплоизоляцию трубопроводов, чтобы хоть как-то снизить теплоотдачу от магистральных трубопроводов, которые проходят в подвальном помещении. Результатов нет. Остался один вендер, вы понимаете, что это грунтовые воды, которые поступают. То есть, исключая все мероприятия, у нас сейчас вывод один, что это все-таки действительно грунтовые воды. Поэтому в середине октября абсолютно точно приступаем к устройству дренажной системы. А можно ли какую-то дату конкретно назвать? Ну, вот сегодня мы только говорили об этом. Предположительно, 10 октября. Еще до начала заморозков, я так понимаю, что пока все не замерзло. Через минуту мы к данной теме вернемся, примем пока еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я все из того же 15-го дома. Ну, я присоединяюсь к батареи холодной, к Валентине Федоровне. Я из второй квартиры. Я на первом этаже, у меня угловая квартира. Я одно окно вынуждена была злобить. И 12, и 14 градусов мороз. 16, 18, не знаю, холодно. На втором этаже, так же мой муж живет очень холодно. Тоже холодная батарея. Где-то вот чуть-чуть греется, и бывает, что вообще не знаю. Потом, ну наш дом без капремонта, 50 лет, он изношен, есть ли смысл? Его же надо сносить, это всем уже очевидно. У меня вот на кухне, я не могла понять, даже мужу говорила, ты что, из ванной гвозди какие-то забил? Внутри самих блоков идет подвижка. Камешки, как прыщики, на кухне вылезают. У меня клеенка, клеенка я клееная. И прерывается клеенка, и с блока вылезают камешки на втором этаже. Я не могла понять, почему. Была гладкая стена, когда я въезжала сюда 40 лет назад, 38 лет. Была гладкая стена. А сейчас она вся, знаете, как будто из нее гвозди торчат. Прерывает мне клеенку. Вот я сделала ремонт один раз, когда въехала. Клеенка стоит. Ну и сношен же дом. Видно, видно, что он крошится, сыпется. Какой смысл вообще делать? Это же надо, представляете, что такое капремонт. Это же надо все удалить, оставить одни стены. Оставить гнилые стены. Да, по всей видимости, судя, потому что вот я сейчас от вас слышу, там, наверное, и стены не имеет смысла оставлять, если действительно все так и обстоит. Потому что раз имеет место смещение уже каких-то несущих конструкций, стен, то, видимо, ситуация действительно очень плохая. В любом случае, спасибо за ваш звонок. 15-й дом. Ваш сегодня у нас, как видите, гость программы. Уважаемые телезрители, напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы, не обязательно по теме ЖКХ. Звоните, пожалуйста. Любое ваше обращение будет заявлено как официальное обращение в общественную палату Одинцовского района. Виталий Ремесович, наверное, к вам вот сейчас я вопрос этот переодресую. Действительно, имеет ли смысл, вот как Елена Владимировна говорит, да, сейчас какие-то работы вести с изначально местом, которое, по всей видимости, пора давно уже отправить в последний путь и построить что-то новое? Ну, по результатам, в частности, вот этого выезда, обращения, осмотра этого дома, понятно, что необходима абсолютно программа переселения. То есть переселение пятиэтажек, ветков жилого фонда. Я знаю, что в настоящее время такая программа рассматривается, но даже если она бы началась у нас с вами сегодня, мы понимаем, что это вопрос длительный. За это время люди продолжают жить в данных условиях. И, тем не менее, все эти меры по отопительной системе, по приведению в готовность, то, что сейчас управляющая компания делает, и по отводу воды от фундамента, в любом случае, это повысит надежность фундамента и даст людям возможность более комфортно проживать, даже при том, если программа переселения начнется в какое-то ближайшее время и будет продолжаться. А есть ли вообще такие планы на данный момент? Данный дом, он вообще в каком статусе находится? Это ветхое жилье, аварийное или что с ним? Ну, на данный момент это обычный жилой дом, находится в обычном статусе, как и все остальные жилые дома. То есть, у него какого-то отдельного приоритетного статуса нет. Ну, естественно, что он старый и много лет он прослужил. Понятно, что больше 50 лет – это срок эксплуатации, который, может быть, строители, как говорится, не думали. Но, тем не менее, статус у него совершенно обычного жилого дома. А все-таки с чем это связано? Действительно, судя по тому, что вы видели вот наши корреспонденты на месте, судя по тому, что видят жильцы ежедневно, дом находится не просто в ветхом состоянии, он рушится, буквально рушится. Буквально, когда мы с оператором выходили на крышу, что было вообще достаточно сложно, потому что лестница, я так понимаю, там самодельная. Было очевидно, что пол под нами крыша, я имею в виду, верхнее покрытие крыши фактически где-то проседает, где-то шатается и так далее. Это разве не признаки косвенные ветхого аварийного состояния? Косвенные даже явные признаки, но процедура в нашей стране признания дома ветхим аварийным очень сложная, связана с комиссионным мнением различных инстанций. И у них уже были заседания бежеведовской комиссии, которые признают этот дом пригодным, проживали. Но, может, есть тут какой-то перекос, связанный, наверное, с тем, что должно последовать за тем, как этот дом признает аварийным. То есть, если признать его аварийным, то что надо делать дальше? И, видимо, связано с тем, что невозможно эти шаги выполнить. Поэтому, видимо, комиссия принимает это решение уже из этих соображений, что люди, может быть, скажут, нам надо тогда выезжать из этого дома, и в настоящий момент нет механизма и площадей, куда можно выселять людей из такого дома, и даже должников за коммунальные услуги некуда переселить. Это вообще отдельная тема, которую мы сейчас ставим по ним, после того, как прямо еще один звонок «Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, меня зовут Соркин Иван, я проживаю в Можайке, 15, квартира 25. У нас вот такая проблема. В прошлом году летом, значит, отдирали обои со стены, стена несущая, и отвалилась со всей стены прям полностью слой штукатурки, то есть полностью там стена осыпалась в штукатурке. И обнаружилось, что на этой стене, на ней расположено окно, несущая стена, по всей стене идут трещины от окна во все стороны. Значит, обратились мы в УЖХ, МУП УЖХ на тот момент, пришли, поставили маячки. Маячки со временем тоже треснулись. Значит, обратились мы в администрацию городского поселения Одинцова, нам дали ответ. Ответ нам пришел 16 января, что МУП УЖХ сдано указание назначить рабочую комиссию с выездом на объект, планировать проведение работы, о принятом решении дополнительно проинформировать. Однако с тех пор, как поставили маячки, никаких работ сделано не было, никакого ответа мы не получили. У нас, получается, год стена стоит, мы не можем ее не оштукатурить, если мы оштукатурим, сделаем ремонт косметический, соответственно, все это скроется. А работы никакие не проведены. Несущая стена имеет большое количество трещин, которые продолжают трескаться. Причины никто не установил, никто даже не пытался это выяснить. Иван, благодарю вас за этот звонок. Очевидно, что у дома действительно имеется целый ряд проблем, более даже серьезных, чем какие-то сложности с отоплением. Елена Владимировна, прокомментируйте, пожалуйста. Да, действительно, в квартире трещина глубокая, установлен маяк, на маяке появилась такая незначительная трещина, но, сразу хочу сказать, маячок установлен обычный гипс. То есть, трещина, небольшое раскрытие, она волосяная, каких-то больших деформаций не выявлено. Работники жилищного участка ведут контроль по увеличению трещины. Ведется специально пронумерованная, прошнурованная тетрадь, куда записываются результаты обследования. Что еще я к этому хочу сказать? Вот та экспертиза, которая была проведена техническая экспертиза, у нее были заключения. Так вот, техническое состояние возведенных конструкций, обследуемого объекта, я вот прям зачитываю, характеризуется как ограниченно работоспособное. Решение фундаментов типового проекта серии обеспечит безопасную эксплуатацию здания в различных грунтовых условиях на протяжении всего срока службы. Соединение элементов стеновых панелей и каркаса надземной части здания сохранили свою целостность. То есть, другими словами, ваши специалисты проводили работу в объекте? Это не наши специалисты. Это была специализированная организация, привлеченная со стороны, независимая. И речь идет именно о том, о чем говорил Иван, то есть о конкретной стене, не в целом состоянии. И там сказано, что опасности обрушения зданий нет, насколько я понял. Скажите, пожалуйста, Виталий Ремисович, как представители общественной палаты, я так понимаю, вы взаимодействуете со всеми заинтересованными сторонами в данной ситуации. Если действительно вы правы, если имеются сложности с какими-то там, допустим, последующими шагами после того, как гипотетически дом будет признан аварийным, ветхим, все-таки, что бы вы вот сейчас сказали жителям, есть ли у вас возможность как-то форсировать данные события, привлечь какие-то дополнительные доступные на общественные ресурсы? На встрече с жителями была выдвинута идея, мы тоже с ними обсуждали дальнейшие шаги, что можно предпринять идея, как общественная палата действует в таких проблемных ситуациях, это круглый стол, который проводится по какой-то проблеме, где сложно очень найти решение и разные заинтересованные стороны высказывают Круглый стол, я понимаю, вот именно всех, и представителей управляющих компаний, и каких-то комиссий, которые проводят оценку данного места. Туда приглашаются могут приглашены жители, представители администрации, потом жители хотят увидеть участие Роспотребнадзора, потому что какие-то там вещи тоже заключение не имеет вес при лишении комиссии. И эту проблему более подробно обсудить на этом круглом столе, и мы от комиссии ПЖКХ будем предлагать руководство общественной палаты такой круглый стол организовать. С приглашением всех сторон, которые участвуют в этом вопросе. Елена Владимировна, пожалуй, еще один вопрос, все-таки главный на сегодняшний эфир, я адресую вам, как представителю компании, от которой, в общем, многое зависит по данному адресу. Есть ли какие-то конкретные сроки, вот кроме октября, да, которые вы назвали, окончания именно, не начала, а окончания работ, когда жители скажут, так, вот, действительно, проблема решена, у нас больше не подтоплен подвал, у нас, очевидно, не упадет завтра на голову потолок и так далее. Вот какая-то одна, допустим, дата имеется у вас? Скажу точно нет, объясню почему. После того, как мы проведем устройство дренажной системы, должен пройти какой-то период времени, чтобы мы посмотрели, во-первых, обеспечили отток тех вод, которым напитан грунт в настоящее время, чтобы мы посмотрели, как ведет себя дренажная система в разные временные периоды, зима, осень, весна, лето. Естественно, если она будет работать и вода будет уходить, то подвал, он просохнет. После того, как просохнет подвал, мы обязательно сделаем косметический ремонт подъездов. Кстати говоря, по поводу кровли, этот дом включен был в 2014 год в программу капитального ремонта по кровле, по электрооборудованию, по инженерным коммуникациям, по стояковым коммуникациям. Но, к сожалению, так как у нас еще этот фонд капитального ремонта только начал действовать с 2014 года, на 2014 год вошли только кровли и лифты. Кровли они пришли поздно, в декабре, перенесли на 2015 год. В настоящее время жители не допускают представителей фонда для производства ремонтных работ. Простите, связано это с чем? — Они опасаются, что будет усиление на конструктивы здания и что произойдет, опрокидывание, обрушение. — То есть дополнительные материалы, которые придут. А есть ли основания для таких сомнений? — Я думаю, что, конечно, у них сейчас позиция какая. Во-первых, у нас житель всегда прав. Мы, естественно, работаем для жителей, ориентируемся на жителя. И при том состоянии, которое сейчас происходит на доме и подвальном помещении, конечно, у них есть мотивация, допустим, опасение именно ставить так вопрос. Но, опять-таки, заключения специализированной организации нет. Если такая проблема существует, то та же бригада, которая выходит на кровлю, можно сделать экспертизу. — Ну что же, Елена Владимировна, будем надеяться, что все-таки усилия, которые ваша организация прикладывает, окажутся достаточно для того, чтобы в ближайшее время все-таки жителям полегче стало жить. Потому что, действительно, то, что там происходит, это ужас. Это ужас. — Согласна. — Тем не менее, я благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Благодарю, что вы вступили в диалог с нами, с жителями, с общественниками района. Виталий Ремосович, также вас благодарю, что вы данную ситуацию контролируете. — Спасибо. — Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о вопросах жилого фонда в Одинцовском районе. Очень подробно мы сегодня рассмотрели адрес Можайское шоссе, дом 15. Действительно, пожалуй, один из самых сложных участков города Одинцово. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, телефон 508-86-84. Звоните нам в течение всей недели. На следующей неделе мы собираемся обсудить вопросы регулировки цен в аптеках, а также продуктовых магазинах. 508-86-84. Принимаем ваши звонки. Кроме того, вы можете обратиться на официальный сайт общественной палаты, воспользоваться формой обратной связи или написать на электронный адрес. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.